итак друзья прошел год масленица в прошлом году я делал рецепт блинов он достаточно вкусным и получили много отзывов теперь я сделаю эти блины еще вкуснее то есть они вот у меня на есть уже готовый в рецептике вы можете посмотреть как это делать сейчас я сделаю для них начинку потому что рыба это самое подходящее что может быть из начинок в масленичную неделю мы все знаем но может быть не все я-то точно знаю что масленичная неделя это как раз неделя после которой начинается великий пост так вот некоторые люди по своему незнанию наедаются мясом там курица еще чем-то уже мясное куриное все на этой неделе употреблять запрещено остается только рыба это можно сказать последние деньки самого вкусного перед тем как вы будете поститься поэтому сом горячего копчения это самое подходящее вкусное что может быть сегодня для фарширования наших блинов можно использовать любую другую рыбу но вкуснее всего то которую использую я вот есть еще целиком копченая можно ее ободрать и использовать мясо я же использую уже готовое филе филе мы тщательно но аккуратно разминаем не хватает перчика белого белого перчика добавляем давай шайтан машина работай работай не хочет работать перчики есть теперь мы сюда добавляем зеленый базилик обязательно обязательно зеленый базилик листочки стебли небо и стебель не используем очень быстро нужно нарезать зеленый базилик потому что он резко окисляется нам чем быстрее вы его обработаете и отправить и фарш тем больше шансов что остается зеленым почему еще удобно я очень часто использую в таких блюдах сама потому что он без костей и не нужно мучиться и вытаскивать длительное количество времени многие кстати за это не любят другие рыбы не едят говорят вкусно но кости вытаскивать замучаешься это сливочный творожный сыр добавляем по объему на две трети от объема сама добавляем чуточку оливкового масла для того чтобы увеличить жирность обязательно зернистая горчица вернее это зерна горчицы здесь нет ничего лишнего она в таком в сиропе в солено-сладком и все это теперь нужно перемешать чтобы получить однородную начинку сливочный сыр сам по себе немного солноватый поэтому дополнительно соли я сюда не рекомендую да еще и горчица нам создаст определенную пикантность что мы делаем дальше все начинка готова сильно тут не надо превращать ее в суфле или мусс главное чтобы все ингредиенты объединились берем небольшое количество начинки и сворачиваем аккуратно блинчик так чтобы он у нас получился вот таким вот фаршированным об рулончиком ставлю сковородочку сразу сюда выкладываю блинчики сырный сом получается у нас так заворачиваем то же самое повторяем со всеми остальными главное чтобы они были примерно одинаковые по размеру так последний блинчик еще раз напоминаю что начинка здесь у нас африканский клариевый сом который выращивается на ферме очень полезный вкусный продукт мы оставляем вот так как есть но это еще не все потому что мне нужно приготовить соус вернее заливку которой я залью и потом отправлю на сковородку на огонь для того чтобы блинчики прогрелись и уже были готовы к употреблению пока ковшик нагревается нужно немножко мне лука порезать мелким кубиком мелкий кубик во-первых быстрее обжарится во вторых приятнее есть его и отправляю лук сразу же сотейник добавляю сразу масло начинаю помешивать для того чтобы лук слегка у нас обжарился и как только лук слегка обжарился добавляем туда буквально половину столовой ложки муки обжариваем лук вместе с мукой я добавляю сметану я взял пожирнее процентов 30 но вы знаете жирность это такой фактор второстепенный потому что кто-то за диетой следит может быть сметана возьмет и десятипроцентную но тогда нужно будет чуть чуть больше муки нам мука в этом блюде вернее в этом соусе понадобится для того чтобы сметана когда тает нагревается вместе с луком чтобы не было процесса отсечения но чтобы она не расслабилась на жидкость и вот соус не должен быть очень густой поэтому но он и не должен быть жидким добавляйте немножко воды следите за консистенция чтобы соус был такой знаете однородный какой-то но в то же время он должен оставаться густым сильно не должен растекаться смотрите соус должен быть таким ведь он довольно густой но течет но не сильно течет как 25 процентная сметана потому что в 30 процентная ложка стоит а в 25 она в ней пытается утонуть обязательно сметану нужно посолить перемешиваем соль пробуем на вкус мне есть немного укропа нужно порубить но все-таки масленица русский праздник блюдо должно быть русская при русская а самая русская зелень это у нас укроп следует быстро перемешать укроп ой что может быть вкуснее сметаны с укропом для рыбы выкладываю все это на блины и ставлю куда в печь прямо на дрова смотрите какая красивая картинка блины фаршированные копченым сомом там сметанный соус укроп это все сейчас подогревается нам нужно его жарить мы просто подогреваем и подаем прям сковороду мне потребовалось буквально 3-4 минуты для того чтобы чугунная сковорода как у бабушки согрелась сметанный соус поплыл наши блины насытились дымком костром перед подачей нужно украсить обязательно можно так как у нас горчица есть внутри почему бы нам не добавить красивых зернышек вот таких вот снаружи потому что ну а как в русской кухне горчица должна быть обязательно хоть и зернистое дижонское теперь добавляю несколько веточек укропа масляничное блюдо готово делается просто соус блины все сами видели но имеет невероятный вкус я уверен что ваш праздничный стол она украсит и любите русскую кухню приятного аппетита друзья друзья